Что же купить? Сейчас у вас фактически выбор только iPhone 11. Действительно классный аппарат. На этом все. Привет, друзья! Вы на канале QG.RU. С вами Андрей. Мы сегодня с вами говорим про новую рубрику телефонов. Что же купить? В импонентном рынке смартфонов, когда все сложнее купить телефон с IPS-дисплеем. Таких телефонов становится все меньше, и именно про это мы сегодня поговорим. Лучшие смартфоны, которые можно купить в середине 2022 года с IPS-дисплеем. Актуальные ссылки на покупку всех этих телефонов найдете по ссылке под видео в магазине QG.RU. Быстрая доставка, гарантии и все остальное. Само собой, если появятся еще какие-то интересные кандидаты, всех вас жду в комментариях под этим видео. Заодно напоминаю, что все комментарии под нашим видео примут участие в розыгрыше одного классного смартфона и куче промокодов на покупку в нашем магазине. Участие предельно простые. Комментарии под этим видео засчитывается только один. Подписаться на канал и быть подписанным. Открыть подписки в настройках. Обязательно третье условие. Еще нужно подписаться на Telegram, чтобы ничего не пропускать. И в начале следующего месяца мы этот розыгрыш проведем. Кстати, может быть какой-нибудь IPS-дисплей и вручим. Приз мы отправляем только в Россию. Всем удачи желаю. Итак, на самом деле действительно смартфонов с IPS-дисплеем, достойных смартфонов с IPS-дисплеем, остается все меньше и меньше. Причем это касается всех производителей. Фактически сейчас можно сказать, что вот если вы хотите действительно хороший, мощный смартфон с хорошей камерой, с IPS-дисплеем, то у вас сейчас из вариантов, вообще из актуальных, сейчас у вас фактически выбор только iPhone 11. Телефон тоже уже не свежий, неплохой. Очень крепкий телефон и по характеристикам даже в 2022 году получите вполне неплохую камеру, очень неплохую видеокамеру. С производительностью тоже телефон неплохо. Конечно, это Apple, поэтому есть ряд ограничений. Это одна сим-карта, это ограничения по приложениям. Там сейчас конкретно в России не работает оплата, с помощью Apple вообще никак. Но в целом при этом, признаю, телефон неплох сам по себе. Несколько переоценен относительно Android аппаратов, конечно, но в целом очень-очень неплохой вариант. Конечно, можно попробовать еще поискать. Эти телефоны тоже в большом количестве довольно еще продаются. Тоже из стана Apple они будут подешевле. iPhone XR. Телефон тоже очень близок, кстати, к iPhone 11. По сути, iPhone 11 очень мало чем отличается от XR. Можно, поэтому, сэкономить денежек. Но тоже приятный телефончик с точки зрения производительности, камеры и, конечно, качественного PS-дисплея. И, конечно же, если разбираться с Apple, то здесь еще стоит вспомнить iPhone SE 2 второго поколения. iPhone SE 2020, еще как говорят. Телефон полностью идентичен по железу к iPhone 11-го поколения с точки зрения процессора. То есть он весьма шустрый. Побыстрее даже будет, чем XR. По части камеры тоже будет поинтереснее. Но, пожалуй, что вот из таких действительно столпов, да, то есть с точки зрения и производительности камеры и IPS-а, к сожалению, из актуальных телефонов на этом все. Далее пойду все-таки по своему какому-то принципу. Начиная с более дешевых телефонов, с более распространенных и до более дорогих. В первую очередь хочу выделить такой телефон, как Realme 8i и его наследник Realme 9i. Телефоны очень близки между собой. Это два телефона недорогих, весьма недорогих, при этом отвечающих потребностям с точки зрения производительности, с точки зрения автономности. Они очень хорошо работают и быстро, и долго. При этом заряжаются быстро. Камера там, конечно, откровенно слабенькая. Но и в целом, опять же, дизайн лопата. Там такая хорошенькая лопата. Но в целом телефон очень-очень неплох. Хорошо сбалансирован, хороший с точки зрения стабильности прошивки. Особых проблем в использовании у этих телефонов нет. Понятно, это бюджетное устройство, но экранчик там тоже очень-очень неплохой. Поэтому очень рекомендую обратить внимание, если у вас бюджет еще и ограничен. Станя Realme чуть подороже, однозначно стоит обратить внимание на Realme 9 Pro. Это новинка. Также на IPS-дисплее, причем уже тоже весьма массивная. С точки зрения производительности тоже подросла. Стала и помощнее. И камера будет все-таки в Realme 9 Pro получше. Здесь, кстати, у меня есть сомнения, что Realme 9 Pro в каком-то смысле по части фото-возможности могут приближаться как раз-таки к какому-нибудь iPhone XR. Если говорить именно про такого середняка с хорошей производительностью, с хорошей автономностью и с IPS-дисплеем, то Realme 9 Pro, пожалуй, такой первый основной кандидат. Хотя вот именно в сегменте середнячков есть, пока еще искал выбрать. В первую очередь хочу упомянуть новичка. Это Samsung Galaxy A23. Также получил телефон большой IPS-дисплей, хорошего качества. При этом телефон, опять же, не отстает и с точки зрения производительности. Snapdragon 680 отвечает за скорость работы, что более чем достаточно для комфортного использования. Телефон шустренький. Камера тоже может. Опять же, не фантастическая. Звезд с неба не хватает, но камера с оптической стабилизацией. Причем камера действительно может как фото, так и видео возможности. Опять же, за звезд с неба сам по себе телефон не хватает. Но это Samsung. Это весьма производительный Samsung. С хорошей автономностью, с хорошим IPS-дисплеем. И при этом цена весьма и весьма такая гуманная. Честно говоря, вот именно за сам по себе такой телефон. Также рекомендую обратить внимание и на этот телефон. На этом же процессоре, и очень похоже на самом деле по характеристикам, стоит выделить Honor X8. Этот телефон мы недавно обозревали, и смартфон меня действительно впечатлил как раз таки качеством дисплея. Причем здесь дисплей является по сути одним из главных плюсов телефона. И одной из главных фишек. Потому что огромнейший дисплей с очень тонкими рамками. 6,8 дюйма телефон. Но при этом телефон очень и очень компактный. Очень тонкие рамки. Сам по себе телефон тоже очень-очень тоненький. Он, конечно, не там схватает звезд неба и камера. У него, честно говоря, прям очень средненькая. Но при этом вот именно дизайн, внешний вид, качество дисплея вопросов не вызывает никаких. Имеем еще тоже неплохую производительность. Тот же самый Snapdragon 680. Оперативной памяти тоже хватает. Батарейка где-то на день, конечно. Но в целом очень такой тоже крепкий представитель. И для любителей IPS-дисплея и AMOLED-а очень серьезный кандидат. Причем это Honor, поэтому Google сервисы в нем есть. И у него все хорошо. Обязательно стоит упомянуть в этом рейтинге и такие телефоны, как Nokia. В первую очередь Nokia XR20. Это еще, добавок ко всему, и защищенный телефон. Стоит он тоже недешево. Но на самом деле тоже, на удивление, получился весьма сбалансированным аппаратом. У него, конечно, основной фокус в том, что это защищенный телефон, который крайне-крайне сложно утопить, разбить. При этом он умеет еще и быстро, весьма быстро работать. Еще имеет и чистый Android. Еще и умеет что-то снимать. Опять же, относительно бюджета, он, конечно, очень сильно заведомо проиграет всем конкурентам. От китайцев, от корейцев, от Samsung и так далее. Здесь больше именно упор на защиту. Но, по сути, такой середняк. То есть, телефон, который, вот, именно, опять же, хорошо отвечает всем этим требованиям. Который, вот я говорил, Samsung, A23, Honor X8. Вот примерно это же вы получите еще и в защищенном корпусе. В случае с Nokia XR20 тоже, на самом деле, весьма и весьма неплохой IPS-дисплей. Тоже получите, и это тоже факт. Плюс. Ну, и, наконец, еще один телефон, который, на самом деле, очень сложно сейчас становится найти, потому что его не производят. Уже прошло два поколения. И это Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Я бы начал, пожалуй, что именно с него, если для вас качественный дисплей IPS нужен, при этом вы хотите телефон, допустим, с неплохой производительностью, очень и очень хорошей камерой и неплохим корпусом. Стеклянный корпус, большой классный IPS-дисплей. Производительность тоже очень достойная. Snapdragon 720G. Оперативной памяти лучше взять побольше. Хорошая автономность, быстрая зарядка. Действительно, очень-очень классная камера. Вот, действительно, проблема Redmi Note 9 Pro только в одном. Его, черт возьми, прям сложно найти. Иногда появляется в продаже и в магазине QQ. Лишний раз рекомендую перейти и посмотреть. Но это вот прям действительно классный аппарат. Ну, и, конечно, заканчивает этот рейтинг все-таки еще один телефон, который тоже совершенно спокойно можно брать, но тоже модель уходящая, поэтому надо торопиться. Это Poco X3 Pro. Телефон мощный, с очень мощным процессором Snapdragon 855+. Это флагман двухлетней давности или уже трехлетней давности, но все равно очень-очень мощный. Это телефон с большой батарейкой, с неплохой по части фото и видеоизменности камеры, хотя, опять же, такой, ну, все-таки больше бюджетный, но который дали процессор, который пытается сделать больше. Иногда получается, иногда не получается, но все равно телефон весьма и весьма неплох. Есть, конечно, некоторые минусы, касающиеся датчика приближения подглючивающего, касающиеся, в целом, опять же, камеры, но в целом, знаете, как есть, есть ряд допущений, а что важно, это большой, неплохой IPS-дисплей, еще и с высокой частотой развертки, еще и высокая производительность, опять же, понятный, известный производитель, в который можно поставить другую прошивку, не используя только Xiaomi MiUI, поэтому совершенно спокойно тоже этот аппарат можно искать, брать и использовать. Ну и что? Вот, в принципе, это и все. Аппаратов, на самом деле, не так много. Я выделил основные. Если вам вдруг очень потребуется купить смартфон с IPS-дисплеем, мне периодически поступают такие вопросы, в личку пишут люди для какой-то цели. Там кто-то ребенка купить, потому что переживает за зрение. У кого-то зрение устает. Ну, вот один из немногих людей, которых я действительно знаю лично, и которые не переносят амоледы никакие. Вот страдает человек. Вот, пожалуй, что выбор, на самом деле, не сильно большой, но хорошо, что он есть. Хорошо, что он есть, так что ссылки на покупку всех этих телефонов найдете по ссылке под видео в магазине kick.ru. Покупайте, радуйтесь, наслаждайтесь. Если остались какие-то вопросы или хотите дополнить это видео чем-то, то всех жду в комментариях под видео и в Телеграме. Я, наверное, с вами прощаюсь. С вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей, kick.ru. Пока.